Представители ревизионных союзов и кооперативных объединений 45 регионов страны вместе с представителями Министерства сельского хозяйства России изучают опыт развития сельхозкооперации Белгородской области и обсуждают задачи и проблемы объединений, как на уровне региона, так и на уровне всей страны. Об успехах и трудностях российской сельхозкооперации поговорим сегодня с гостями студии. К нам присоединились Андрей Морозов, президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельхозкооперативов «Агроконтроль» и Галина Явкина, исполнительный директор Федерального союза сельскохозяйственных потреб кооперативов. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, самый нас волнующий, наверное, почему Белгородская область была выбрана площадкой для проведения конференции? Есть несколько причин для этого. Пожалуй, объективная причина заключается в том, что кооперативов в Белгородской области уже много. Все-таки не исключение региона, где количество кооперативов действующих измеряется единицами. Пальцев одной руки будет достаточно, чтобы оценить. В Белгородской области можно говорить уже о приличном количестве кооперативов в каждом муниципальном районе. То есть появляется статистика, появляется какая-то социальная база. Но есть еще и не менее важная причина, можно сказать, что она субъективная. Белгородская область относится к числу регионов, где правомерно говорить о наличии кооперативной политики. Потому что это не просто следование за федеральными установками, это их предопределение, игра на упреждение и формирование образа кооперации и образа государства в развитии кооперации. Поэтому очень логично, что именно на территории Белгородской области принимают и коллег из других регионов страны. Ну и, конечно, нельзя не сказать слова благодарности администрации области, которая высказала такое приглашение и проявила в этом плане инициативу. Хочу сказать, что конференция была организована на принимающем уровне просто великолепно. Для нас это тоже очень приятно. И приятно то, что нашему региону есть чем поделиться. Конференция проходит второй день подряд. Вы побывали в Борисовском и в Нянском районах, посмотрели, как там сельхозская операция устроена. У нас есть сюжет, давайте посмотрим. Этот борисовский сыр можно купить в центре Москвы, в ГУМе. Сыроварня «Альянс Фермер Вес» создала новый сорт – «Рабари». В этом году он был отмечен за высокое качество на ежегодном конкурсе «Лучший сыр на ВДНХ» в номинации «Сыры с белой плесенью». Построить цех переработки для производства собственного продукта помог «Грант». Увеличить рентабельность производства. Плюс в периоды, когда цена на молоко опускается, его можно закладывать в сыры, соответственно, повышать маржинабельность. 12 миллионов рублей ускорили процесс запуска производства и первые результаты не заставили себя ждать. Адресная поддержка кооперативов началась в 2015 году. Из федеральных средств было выделено 400 миллионов. В этом году уже значительно увеличилась сумма грантовой поддержки. Она сейчас составляет порядка полутора миллиардов рублей. И со следующего года будет еще увеличено. И не только на мероприятия по грантам, но и на новые мероприятия, которые будут реализовываться в рамках национального проекта. Это мероприятия, которые будут поддерживать и фермеров, готовых вступить в кооператив, и кооперативы. Будет также субсидирование затрат кооперативов на укрепление материальной базы и на производство продукции. В денежном эквиваленте эта добавка составит более 4 миллиардов рублей. В Белгородской области сегодня почти 90 кооперативов. Это Драгунский. Он еще строится, но уже имеет четкий план развития. Опыт, который приобретают в пути от идеи к ее реализации, закрепляют в виде вот таких таблиц и графиков. Самым сложным этапом считают поиск и привлечение инвестора. Соединить интересы и у тех, и у других. И тогда вот начинается эта работа, появляется здание, площадка. Сельскохозяйственные и потребительские кооперативы Минсельхоз считает перспективным направлением. Представители республики Коми только начинают его развивать. Поездка в Белгородскую область – отличная возможность перенять опыт. Посмотреть, как это сегодня у вас поставлено на достаточно высоком уровне. И, может быть, для себя понять эту главную задачу, как же людей мотивировать к тому, чтобы объединяться. Потому что, общаясь с ними, объясняя все эти привилегии, которые сегодня дает государство для того, чтобы объединяться, все они хотят увидеть для себя ту идеальную картину, ту возможность, которую дает кооперация. Объединяться в кооперативы мотивируют не только гранты, но и особые условия кредитования, лизинг, информационная поддержка. Толчок к созданию кооперативов регионе в свое время дала программа семейной фирмы «Белогорье». С ее помощью удалось сформировать класс устойчиво развивающихся малых сельхозпредпринимателей. В программе занято более 8% сельского населения области. Эффективно работают 5230 хозяйств, ведущих семейный бизнес, со средним уровнем производства на одну семейную фирму – около 3 миллионов рублей в год. Годовой объем производства товаров и услуг участниками программы составляет 15 миллиардов рублей. Белгородские власти считают, что от стихийной кооперации следует переходить к осознанной, иметь строго определенный, четкий и понятный план, иначе попытки не дадут результата. Произвести и продать мало, нужно еще найти нишу и обеспечить качество. «Мы считаем, что кооперация как раз и должна дать возможность открыть новые, наверное, сферы в реализации продукции. Очень важно развить сегодня кооперационные отношения с точки зрения теперь концентрации продукции в интересной для потребителя партии, качественной партии и, соответственно, реализации ее по справедливой цене». Объединение усилий всех заинтересованных участников, фермеров, отраслевых, общественных союзов и власти увеличит вклад в кооперации в развитие аграрной отрасли. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на мире Белогорья. Что-то из увиденного в территориях порадовало, возможно, даже удивило? Да, наверное, отвечу я. Порадовало действительно очень многое. Порадовало, во-первых, большое количество кооперативов, по сравнению с другими регионами, большое количество кооперативов, которые уже созданы и работают в Белгородской области. Порадовало вовлечение сельхозтоваропроизводителей в работу этих кооперативов. То есть это не просто организации, созданные с выпиской кооператив, это реально существующие и оказывающие услуги сельхозтоваропроизводителям, фермерам, личным подсобным хозяйствам кооперативы, которые строятся в соответствии с законом и с нормами кооперативного права. Во-вторых, конечно, очень порадовала заинтересованность гостей. Люди приехали в Белгородскую область, чтобы увидеть вот этот опыт региональной кооперативной политики, политики области сельхозкооперации. Люди заинтересованы в изучении того опыта и, как мы надеемся, заинтересованы в применении его у себя в регионах. Андрей, ну вот есть такая практика, мы в этом убедились, что у одного из кооперативов есть свой инвестор. То есть это предприятие, которое само не производит, но деньги вкладывает. Насколько этот опыт растиражирован по России? И кто эти люди, которые вкладывают свои инвестиции в такие сельхозкооперативы? Ну, мне не хотелось бы говорить про конкретный кооператив, потому что, конечно, такое поверхностное, очень быстрое блиц-знакомство не дает возможности понять экономической начинки данной конкретной организации. Да, она может быть очень разной, это требует погружения. Но опыт такой действительно, к сожалению, имеет место в ряде регионов страны и вселяет он скорее тревогу. Потому что сельскоистный потребительский кооператив – это ведь не о чьей-то благотворительности, это не о какой-то форме некоммерческого участия субъектов предпринимательской деятельности в деятельности друг друга. Кооператив – это о том, как маленькие сельхозтоваропроизводители для того, чтобы перестать терять произведенную, добавленную стоимость в пользу других рыночных игроков, объединили свои ресурсы и, может быть, при поддержке государства, создали какой-то свой сервисный объект по хранению, по сбору, по переработке. И вдруг мы узнаем, что этот объект создан при участии стороннего инвестора. Возникает вопрос – для чего? Мы живем в рыночной экономике, где инвестор, тот, кто дает деньги, рассчитывает на отдачу от них. Значит, если это не благотворитель, конечно, всегда бывают благотворители. Человек родился в этой деревне, уехал в город, заработал энное количество миллионов рублей и решил родному своему сельскому поселению сделать подарок. Если это так, и он не преследует никаких целей, он оформил договор дарения, ну, остается только, наверное, порадоваться такому спонсору, такому дарителю. Но чаще, к сожалению, опять же, не привязываясь к конкретному кооперативу, по нашему опыту, бывает так, что под вывеской кооператив существует организация, работающая де-факто в интересах данного инвестора. То, что она заработала, это здорово. Но ведь тот, кто вложил деньги, тот и будет определять тарифы, цены, условия. И та потеря добавленной стоимости, которая была без кооператива, воспроизведется в условиях с кооперативом. И через некоторое время мы придем ровно в ту же отправную точку, с которой пришли. Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы такая оценка показалась обидной менеджменту конкретного кооператива, но вот в тех случаях, когда нам доводилось видеть эту практику, зачастую такие опасения небеспочвенные. Повторюсь еще раз, всегда бывают спонсоры, меценаты, дарители. Ну, честь и хвала таким людям, если это так. То есть неоднозначная ситуация. Ну, вызывающее желание задать вопросы. Галина, ну вот в конференции участвует Минсельхоз. Чем обусловлен интерес именно Минсельхоза? Наверное, на этот вопрос лучше бы ответил представитель Минсельхоза, но могу высказать наше мнение. Когда высшие руководители Министерства сельского хозяйства России выступают, подводя итоги хозяйственного года, очень часто анализируется распределение произведенной сельхозпродукции между различными категориями хозяйств. И всегда отмечаю тот факт, что около половины всей сельхозпродукции, которая производится в нашей стране, производится так называемыми малыми формами хозяйствования, к которым относятся малые сельхозорганизации, крестьянские фермерские хозяйства, личное подсобное хозяйство. Ну, и совершенно очевидно, да, что эффективность работы нашего сельского хозяйства зависит от их благополучия. А благополучие этих малых форм хозяйственных, и это подтверждает мировой опыт, зависит только от развития сельхозской операции. Поэтому, ну, естественно, да, что Минсельхоз проявляет очень большое внимание к таким конференциям, которые обсуждают вопросы развития сельхозкооперации в стране. То есть можно утверждать, что для Минсельхоза кооперация и сельхозкооперация – это стратегически важное поле сегодня. И существует господдержка у нас, и неплохая господдержка по цифрам, которые мы вот в сюжете даже слышали, 4 миллиарда. Но насколько она достаточна и эффективна, Андрей? Вы знаете, ну, наверное, в любом случае оценка с нашей стороны, она всегда будет грешить какой-то субъективностью. Поэтому я бы осторожно сказал бы так. Государственная поддержка, которая сегодня в стране сложилась сельхозкооперативов, она все более и более адекватна. Это хороший тренд. Потому что 6 лет тому назад не было, почти не было государственной поддержки сельхозно-потребительских кооперативов. По сути говоря, государство обращалось к малым сельхозпроизводителям, к фермерам, к маленьким сельхозорганизациям со словами «Мы вас поддерживаем, как сельхозпроизводители, ну, отделите от этих денег какую-то часть и вложите их в кооперативы». Но ведь у фермера всегда есть куда вложить деньги, у него всегда есть какая-то более важная цель – купить солярку, купить удобрения. И кооператив, да еще ведь это несколько фермеров должно одновременно решение принять, оказывался где-то по остаточному принципу. Все-таки мы очень признательны, что с 2015 года государство в ответ на пожелания аграрной общественности, которые сформулированы были съездами сельхозно-потребительских кооперативов другими формами, предложило специализированные формы поддержки именно для сельхозно-потребительских кооперативов и не для кого другого. И нам бы очень хотелось бы, мы на это очень надеемся, мы закладываем и в повестку дня съезда сельхозно-потребительских кооперативов такой подход, что государственная поддержка должна быть адресно ориентирована на кооперацию, но при этом важно еще, чтобы не были созданы ложные стимулы. То есть государственная поддержка не должна стать стимулом для образования псевдо-кооперативов. Вот как мы говорили, инвестор увидел возможность на свои 4 рубля привлечь еще 6 рублей государственных, да, и смоделировал кооператив. Ну, скорее всего, никакого толку от этого сельскому качеству не будет. Поэтому поддержка должна быть такая, чтобы настоящим сельхоз-товаропроизводителям, объединяющимся, это был бы дополнительный стимул и упрощение их кооперации, а постороннему человеку она бы показалась недостаточным стимулом. Это искусство государственной поддержки. Нам очень приятно, что игроки этого рынка, государственные органы, этим искусством, как нам кажется, начинают овладевать, в том числе ориентируясь на опыт Белгородской области. Спасибо. Галина, ну а вот как сами регионы участвуют в поддержке сельхоз-кооперации? Какой опыт в России вы видели? Регионов в России не один десяток. И, естественно, они все разные. Есть, конечно, общие закономерности политики в агропромышленном комплексе, но сельхоз-кооперация, как мы сегодня это выяснили в частности на конференции, это такое особое направление деятельности региональных органов исполнительной власти. И поэтому практика регионов по поддержке, по политике в области сельхоз-кооперации очень разнообразна. Вообще регионы, как всегда, как школьники, извините, не в обиду, кому-то сказано, как школьники в классе. Есть отличники, ну а есть такие среднячки. Поэтому есть регионы, в которых поддержка сельхоз-кооперации уже проводится на протяжении нескольких лет. И, конечно, там здорово. Вот соседи, Липецкая область. Исключительно успешная политика, которая была провозглашена предыдущим губернатором области Олегом Петровичем Королевым, который видел в кооперации будущее сельского жителя, будущее села, будущее развитие сельских территорий. И строил политику своего правительства именно в связи с этими главными посылами, с развитием сельских территорий, нацеленную на создание кооперативов в каждом сельском поселении. И это удалось. На сегодняшний день более 800 кооперативов, которые работают в каждом сельском поселении Липецкой области. И даже не по одному, а один, два, три в каждом сельском поселении. Здорово. Тюменская область, представители которой сегодня тоже выступали на конференции. Немножко другой опыт развития сельхоз-кооперации. Они начали создавать кооперативы еще в самом начале 2000-х годов, создавая одновременно кредитные кооперативы и так называемые, как они называют, изготовительные кооперативы, которые закупают молоко у населения, ну и сдают на крупные перерабатывающие предприятия. Чего добились у власти Липецкой области? Примерно того же самого результата. Тюменская область известна, такой сырьевой регион, в котором на севере Тюменской области, известно, добыча нефти и газа происходит в больших объемах, поэтому требует большого количества рабочих рук. Перестали уезжать жители сельских районов южной части Тюменской области на сырьевые предприятия севера Тюменской области. Стали оставаться в селе, зарабатывая на производстве молока в своих хозяйствах и, соответственно, сдая счету молока в кооперативы. Деньги достаточны для того, чтобы семья жила, соответственно, дети воспитываются в полных семьях, кормильцы, главы семьи, не уезжают, работают у себя на селе. Соответственно, развиваются сельские территории, живут люди и живут достаточно успешно и экономически во всех остальных сферах жизни. Можно еще привести несколько примеров. Якутия. Башкирия сейчас проводит активную политику в области сельхозской операции. То есть регионов с каждым годом становится все больше и больше таких, которые развивают сельхозскую операцию и видят в этом будущее своего сельского хозяйства. Ну, примеров множества, и мы это сами можем увидеть. У меня вот еще один интересный вопрос возник к Андрею. У нас на Белгородской области есть свой интересный опыт, когда мелкие фермеры, они объединяются вокруг крупного агрохолдинга. Крупный агрохолдинг им дает и техническую базу, возможно, и какие-то сырьевые ресурсы дополнительные. Вот как вы такой опыт оцениваете? Ну, это опыт альтернативной кооперации. Да, вот в экономической теории, в экономической науке это называется контрактное фермерство, контрактация. Сущность его заключается в том, что какой-то крупный рыночный игрок, он заранее договаривается с маленьким сельхозтоваропроизводителем о производстве под заказ каких-то объемов продукции по согласованной технологии. Может быть, дает под это аванс, какие-то ресурсы, семена, удобрения. Плохого в этом ничего нет. То есть, это такая практика, которая в мире имеет достаточно такую богатую историю. Но надо при этом понимать, что по отношению к малому сельхозтоваропроизводителю, который не имеет выбора, то есть, по большому счету, он может с этим крупным игроком или договориться, или не договориться. То есть, это для него тоже своего рода эксплуатация. То есть, у него купят эту продукцию, ему оставят ровно столько дохода, сколько решил данный интегратор. То есть, он принял для себя решение, что он скупит молоко по 15 рублей. Ну, значит, он скупит по 15 рублей, предоставив, может быть, для этого изначально поголовье, корма, какую-то технологию. Если согласиться дать 16,50, значит, будет 16,50. Никакого способа воздействия на вторую сторону у фермера, у личного подсобного качества нет. Ну, в вашей точке зрения, понятно. То есть, интегратор, он должен быть честным игроком, прежде всего, да? Он и будет честным. Мы ни в коем случае не подозреваем, что это мошенник, который не выполнит своих обязательств. Но при этом он занимает положение в рыночном плане более выгодное, чем вторая сторона сделки. Кооперация, которую мы представляем, это альтернативное решение проблемы. Это значит, нам не нужен крупный интегратор. Мы понимаем, сколько средств нужно вложить, чтобы такого создать. Но мы с мира по нитке соберем эти средства. Мы сами создадим себе такого интегратора. Может быть, нам поможет регион. И тогда уже то, что планировал себе оставить интегратор для своего хозяина, мы, малые сельхозпроизводители, оставим себе. Потому что любой такой крупный интегратор, агрохолдинг, он имеет владельца. И этот владелец, он же не просто так средства инвестировал. А нам бы хотелось, чтобы эта разница оставалась у малых сельхозпроизводителей. Спасибо большое за ваше мнение. Андрей, ну вот у меня возник еще один вопрос. Я видела ваше интервью и записала даже вот фразу интересную, которую вы высказали, что от кооперативного движения не приходится ждать быстрой экономической отдачи. Вот почему в этот вопрос? Ну, вы понимаете, да, что, наверное, любой экономический процесс, не только в кооперации, он, как правило, требует времени на свою реализацию. Пока, например, крестьянские хозяйства, появившиеся примерно в 1991 году, да, встали на ноги и как-то вот обросли каким-то капиталом, прошли годы, да, любой проект требует времени. То же самое касается, конечно, и кооператива. Но кооперативу развиться намного-намного труднее. По нескольким причинам. В том числе потому, что утрачен опыт кооперирования, утрачено умение вкладывать средства в кооператив, утрачены технологии объединения интересов, не только в сельской местности, в городе тоже. Мы редко где видим в городе членов кооперативов, кооперативы, которые решают какие-то проблемы. Всему этому нужно научиться. И это путь очень нужный. Чем раньше мы его начнем, тем быстрее мы его пройдем. Но большая ошибка ждать быстрого, какого-то легкого результата. Можно быстро зарегистрировать тысячи кооперативов и также быстро их потерять. Поэтому правильный путь – это продвижение вперед постепенное, с оценкой пройденного пути, с пониманием того, сколько вложили сельхозпроизводители, сколько вложило государство, как изменились доходы сельхозтоваропроизводителей, что поменялось в их хозяйственной практике. Если поменялось мало, если доходы изменились мало, почему? Где мы свернули не туда? Это годы. А учитывая, что нормальный производственный цикл в сельскохозяйственном растеневоспе – это год, то это несколько циклов, когда мы постепенно понимаем, как же нам настроить эту систему. Поэтому не надо бояться того, что это займет несколько лет, а может быть даже жизнь целого поколения. Понимаете, три поколения выросли в условиях отсутствия кооперации. И надо восполнить этот пробел, надо построить этот мост. Стремление к такой эйфории, к какому-то быстрому, легкому результату, к празднику, оно потом оборачивается разочарованием. Что нас привлекает очень сильно в опыте соседей Лепчан, то, что там кооперативная политика изначально была ориентирована на длительный период. Если вы посмотрите опыт, например, постколониальной Индии, порядка 40 лет, такая библейская цифра. Поэтому надо на это настраиваться и оценивать результаты год за годом. И придет это счастье неизбежно. Труд даст результат. Я понимаю, нужно набраться терпения и ждать. И работать. Спасибо большое, Галина. И к вам вопрос. Как вы считаете, какие три самые болевые точки, которые мешают развитию потребкооперации сегодня? Конечно, в любом процессе препятствий и трудностей очень много. Но мы на конференциях, выступлениях всегда выделяем три самых главных проблемы. Первая проблема – это, конечно, проблема нехватки финансов. Ну, как, собственно, говорится в классике, если в прошлом веке для того, чтобы создать кооператив и купить маслобойку, нужно было отказать себе в покупке новых сапог крестьянам, то сейчас, чтобы построить маленький хотя бы завод по переработке молока, то нужны значительные ресурсы. И, пожалуй, ни парой сапог, ни даже продажей собственного автомобиля уже не обойтись. Поэтому, конечно, нехватка финансовых ресурсов. Есть вторая проблема – проблема непоследовательности государственной политики. Мы, конечно, с большим удовлетворением видим, что в последние несколько лет, ну, начиная примерно с 2013 года, государство уделяет огромное внимание развитию сельхозкооперации. Подтверждение этому и съезды, которые сельхозкооператива, всероссийские съезды сельхозкооперативов, которые проходят с 2013 года. В этом году будет уже шестой съезд сельхозкооператив. Подтверждение этому – грантовая поддержка сельхозкооператив. Федеральный проект развития системы фермерства и сельской кооперации в рамках национального проекта по развитию малого предпринимательства. Огромное, в общем-то, внимание, да, действительно множество видов поддержки. Но при этом основа сельхозкооперации – это сельхозкооперация, естественная кредитная кооперация, с 2013 года находится под регулированием Центрального банка Российской Федерации. Непосильная нагрузка для сельхозкооперативов регулирования такого, в общем-то, мощного мегарегулятора. По совершенно одинаковым, можно сказать, параметрам регулируется деятельность, скажем, страховых организаций и естественных кредитных кооперативов, маленьких организаций, в активах которых может быть 10, 20, 30 миллионов рублей. Непоследовательно. С одной стороны развиваем, с другой стороны, ну, как-то подрубаем основу, да, финансовую основу тоже от виде кооперации. Ну, и третья проблема, наверное, самая тяжелая и самая труднопреодолимая в развитии сельхозкооперации – проблема ментальная. Кто больше всех сопротивляется развитию, созданию и развитию сельхозкооперативов? Да, сами сельхозтоваропроизводители. Гораздо проще самому построить себе переработку молока в своем хозяйстве, чем объединиться с соседом, поверить ему, научиться договариваться, скинуться деньгами и контролировать работу своего, вот этого спроса, созданного кооператива. Вопрос доверия, умения договариваться, вопрос отсутствия лидеров, культуры. К сожалению, эти проблемы самые трудные. Спасибо, Андрей. И последний вопрос к вам. Каких итогов ждете от конференции? Знаете, наверное, можно говорить о нескольких ожиданиях. Первое – это такой, наверное, осторожный оптимизм с нашей стороны, что больше станет откровенного обсуждения не только достижений кооперации, но и проблем, которые возникли. Вот это вот очень хороший мотив, который был на конференции задан. Нет ничего в этом постыдного. Вот сегодня говорили коллеги, что не ошибается тот, кто ничего не делает, а если кто-то совершает только маленькие ошибки, значит, он решает слишком простую задачу. То есть вот этот вот вектор, который сейчас вот начал формироваться, он, мы надеемся, будет продолжен. Кроме того, мы, конечно, считаем, что конференция станет таким переходным мостиком к съезду сельскохозяйственных кооперативов. И вот в рамках такого перехода мы ждем оживления диалога и укрепления сообщества специалистов, потому что кооперация не может развиваться без инфраструктуры. Сегодня такая инфраструктура представлена двумя типами организаций. Это ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов, движение, которое мы представляем, и так называемые центры компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации. Мероприятие, которое состоялось сегодня, это после совещания, всероссийского совещания, прошедшего в рамках «Золотой осень» в Москве 12 октября этого года. Это вот второе уже мероприятие наряду с ним, где центры компетенции, ревизионные союзы собираются вместе и начинается диалог экспертов. Нам бы хотелось, чтобы вот эта конференция, она сделала такой диалог по возможности постоянным. Конечно, у нас сейчас уже есть профильные группы в мессенджерах, соответствующие форумы, другие ресурсы. Это очень важно, потому что без институтов накопления знаний кооперативное строительство будет идти методом тыка, и каждый будет совершать свои собственные ошибки. А хочется все-таки немножко процесс ускорить и ошибки, и достижения, делать достояниями всего сообщества. И вот эта вот интеграция центров компетенции в сфере сельхозкооперации, ревизионных союзов и других участников данного процесса, нам кажется, это один из важнейших итогов данного мероприятия. Ну и, конечно же, распространение белгородского опыта на другие регионы, потому что действительно есть, что распространять. И мы видели, с какими горящими глазами представители Волгоградской области, представители республики Саха-Якутия, представители Чеченской республики. Нам покидали зал заседания конференции. Им было по-хорошему, завидно, и мы уверены, что они домой привезут вот этот позитив, это ощущение того, что они увидели то, что они ожидали увидеть, ну и желание растиражировать. Самое главное, что этот опыт, он важен и для нас, и для всей России, получается. Вот главный вывод. Спасибо большое за интересную беседу.